Всем привет! Сегодня ко мне пришли долгожданные две посылки из Китая, которые помогут мне обезопасить семью от угарного газа. Это датчики СО. Сейчас я быстренько их распакую. Этот датчик стоимостью 15$, другой прибор стоит 12$. С него и начнем обзор. На торце коробки у нас особенности прибора и информация об наличии датчика обнаружения дыма. В коробке имеются пара шурупов с дюбелями для крепления на стену и сам прибор. Инструкция и параметры прибора на английском языке. Судя по легкости прибора он поставляется без батареи и задняя крышка не может закрепиться, т.к. стоит механический предохранитель от использования прибора без элементов питания. Стандарт батареек пальчиковые 2А в количестве 3 штук. Подключим прибор к элементам питания и запустим его в работу. На дисплее идет отсчет времени с световой индикацией и звуковым сигналом. По инструкции происходит тестирование воздуха в помещении. Теперь можно спокойно закрыть крышку и подождать окончания теста. После анализа воздуха прибор уходит в режим ожидания и отключается дисплей. Сверху прибора имеется тестовая кнопка, при нажатии на которую прибор уведомит о работоспособности громким сигналом и светодиодной подсветкой. Звук оповещения достаточно громкий. Сейчас я протестирую прибор вблизи микрофона. Приступим к распаковке следующего прибора. На упаковке название модели, а на торце его преимущество над остальными приборами. Внутри коробки два шурупа с дюбелями для крепления на стену. Инструкция только на английском языке. Также в наличии имеется отдельная памятка на английском и немецком языке. Следует заметить, что данный прибор может быть инсталлирован на стену или установлен на горизонтальную поверхность. К великой радости эта модель поставляется с двумя пальчиковыми батарейками типа АА. Если запитать прибор, как и в предыдущей модели, звучит сигнал и идет отсчет времени. По инструкции это значит происходит анализ воздуха. Проверим сигнализацию тестовой кнопкой. Теперь сделаем это рядом с микрофоном. Сигнализация тоже довольно таки громкая, как и указано в инструкции 85 дБ. И еще этот прибор измеряет температуру окружающей среды. Хотелось бы отметить, что этот датчик от известной фирмы Meros, которая производит приборы для умного дома. Но в данном датчике отсутствует подключение к шлюзу, он работает независимо. И как заявлено в инструкции батарейки меняются через 2-3 года. На этом обзор можно окончить. Сравнивая два прибора подведем итог. Для сигнализации угарного газа отлично подходят два прибора. По заявленным характеристикам, используя щелочные элементы питания к датчикам, они будут работать 2-3 года. Вечером и ночью будут напоминать о работе редким мерцанием своих светодиодов. Первым же есть еще сигнализатор дыма. Во втором имеется термометр. Его можно поставить на горизонтальную поверхность. Например, наверх пенала. И в завершении хотелось бы показать, как я проверил работоспособность датчика рядом с электрогенератором. Приборы находились в 20 см сразу же возле трубы выхлопа. Всем всего хорошего дня и настроения. Обязательно обезопасьте себя и близких от угарного газа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok